На портал Ксгет поступил вопрос. Не могу отстать от греха блуда. Что делать? Да, это, конечно, очень тяжелый и страшный грех. И когда ты его осознал, то он становится для тебя особенно страшным. Как люба, в принципе, для которой ты осознал. Вот это хорошо. Хорошо, когда становится страшно и неприятно от своего греха. Вот это должен быть первый момент для того, чтобы отстать от блуда. Что это не любовь, не что-то такое положительное. И может что-то нехорошее такое, может быть не очень хорошее, но простительное, извинительное. И там все это делают, или многие это делают, и так далее. Вот надо понять, что это грех, который убивает твою душу. И убивает душу, то партнёра по этому греху. Тут первый момент очень важный. Очень важный. Когда мы это осознали, мы уже прошли значительную часть пути. То, что от него отстать. Если мы пришли в ужас от того, что мы делаем, это мы прошли уже ещё большую часть пути. Если нам стало страшно от своих деяний. Если мы начали сильно переживать, даже за слёз от того, что мы делаем, мы почти расстались со своим грехом. Но всё это возможно, если мы молимся Богу. И осознание, и потом углубление этого сознания. Возможно только сделать с Божьей помощью. Вот когда ты, допустим, совершаешь бутный грех, и тебя, конечно, так совесть тебя упрекает. Совесть, она глаз Божий. Даже в очень людей, сильно погрешенных в грехе, всё равно эта совесть как-то всё равно шевелится и напоминает о себе. И вот совесть нам его распрекает. Ну, мы так вроде это создаём, что нехорошо. Но нет вот этого переживания о сознании. Надо опереться на вот это чувство совести, совесть, на свидетельство, и начать молиться. Борясь с помыслами, что да ладно, да это ничего, да может быть это любовь, и так далее, и тому подобное. Борясь с сильнейшими чувствами, когда у тебя прям сметает сознание от таких, как кажется, положительных переживаний по отношению к своему партнёру по брудному греху. Вот несмотря на эти вещи, надо начать молиться и продолжать молиться до тех пор, пока не начнётся постепенный процесс о сознании греха. И затем в какой-то момент, когда грех станет внутренней, по-настоящему чужд, Господь вас от него отставит. Для этого надо этот грех возненавидеть. Грех возненавидеть. И вот люди обычно как раз, почему не могут с ним расстаться? Потому что они находятся в массе оправданий, и их грех, их любовь к греху, если так можно выразиться, хотя слово «любовь»-то, наверное, не годится, а скорее так, привязанность к греху, зависимость греха, даже так точнее можно сказать, она питается этими самоправданиями. А вот не надо оправдываться. Грех есть грех, страшный грех, который ведёт тебя в ад. И в этой ситуации даже Бог не может ничего сделать, пока вы добровольно идёте в ад, потому что это ваш выбор. И Бог ваш выбор уважает, потому что Он сам даровал нам свободу выбора. А когда мы начнём осознавать свой грех, понимая, что это грех, это грех, страшный грех, который не сводит нас в ад, начнём Богу молиться с просьбой избавить нас от ада, то тогда, естественно, Бог придёт к нам на помощь. И будет помогать и внутренне, питая нас всё больше, помогая нам осознавать, что это грех, и будет питать внешне, то есть какие-то ситуации такие нам помогать, чтобы мы с этим грехом расстались. Ну и, конечно, если совсем как-то у нас не будет, мы будем как-то молиться, но не будет настоящего желания осознавать, что это грех, и с ним расстаться, но мы как-то будем молиться, Бог, конечно, нас будет к этому подталкивать, какими-то, может быть, скорыми настоятельствами. Но в любом случае, любой грех ещё в этом мире кончается чем-то плохим. Поэтому если мы даже будем очень немного делать, всё равно вот эти проблемы, они будут неминуемо накапливаться с каждым годом. Это может быть достаточно долго, там по-разному бывает, это очень быстро. Надо одной женщине там рак начался, и она сразу с этим грехом рассталась, потому что ей было немножко недоблудного греха, а там у другой ещё что-то, ещё что-то. Но тогда это дольше бывает, это как уж Бог решит. Но в любом случае грех несёт в себе наказание, и мы рано или поздно его поручим. Лучше не ждать этого наказания, которое ещё в этом мире попускается, для нашего разумления, чтобы мы всё-таки, может быть, одумались и в ад бы не отправились потом. А начать, если так можно, вредиться Богу помогать со своей стороны. То есть всё-таки, чтобы душа наша стремилась к истине, и стремилась расстаться с тем ядом, который она сама приняла. Но и самое лучшее, конечно, это все эти блудные помыслы, которые у нас возникают периодически в нашей жизни, их сразу пресекать, чтобы они не переросли, ни в каком счёте, какую-то серьёзную страсть, которой придётся, может, потом бороться долгие годы, и, может быть, не без потерь серьёзных в нашей жизни, разные бывают. Вот лучше просто не допустить себя до того, чтобы тебе загорелась блудная страсть. На самом деле это просто. Просто косить все блудные помыслы по отношению к любым людям, кроме, если только, конечно, это твоя жена или муж. Но здесь это разрешается, естественно. А все остальные люди, кроме твоего супруга или супруги, однозначно запрещаются. И это запрещение не потому, что там что-то кому-то не нравится и чего-то, а это чтобы тебе в каком счёте плохо не было. Мне очень жалко людей, у которых неплохие семьи, неплохие дети. И вот по неразумию, по невнимательному сердцу они себе вот, так сказать, попустили впасть в такую страсть. И впасть в неё, на самом деле, не так уж легко, не так уж тяжело, наоборот. А вот выйти из неё страсти бывает очень непросто. И требуются иногда годы мучений. Зачем это надо? Лучше всех это не попустить. Лучше, как говорится, не выпить лишних, как какую-то рюмку алкоголя, чем потом долгие годы страдать алкоголизмом, распад семьи, работы, личные такое, депрессии всякие, так далее, чтобы всё связано с алкоголизмом. Так здесь то же самое. Тут алкоголизм ничем вообще не отличается. Ну, фиазология там разная, там немножко, а так почти ничем. Вот пояс, если взять духовность, составляющая, почти ничем. И последствия тоже очень серьёзные бывают. Не хуже, чем в алкоголизме. Поэтому, дай Бог, чтобы мы с вами всё-таки стремились к любви божественной, божественной стремились к любви. И тогда вот если у нас есть такое стремление к истине, к настоящей любви, то тогда эти блудные страсти нас минуют, потому что мы будем чувствовать, что это не то. Это такой, знаете, героин, дурман. А вот если мы, конечно, для нас очень важно наслаждение, то мы можем попасть на эту удочку, которая обычно лукавая, и, так сказать, цепляет человека. Вот это желание наслаждаться. И потом эти наслаждения, конечно, переходят в сопротивоположность, иногда такие большие страдания. Продолжение следует...